Книга Ненаписанных Историй 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 Ну-ка, давай-ка попробуем Нет А, всё, это неактивная зона Куда я пошла? А это что такое? Это люстровые медузы Нужно кормить их каждые две недели И они будут светить долгие годы Прикольно Ой, что-то подлагивает Ну-ка, нормально работает всё? Да вроде Хорошо, придётся всё-таки похоже использовать вот этой подсветкой Болезненных воспоминаний Так, ладно Потому что здесь настолько всего много Я уж даже не знаю Дедушка из всего делает тайну Думаю, он боится, что сюда проберутся шпионы тёмной армии Дедушка такой прикольный Ой, у него нога, что ли, железная? Ой, смотрите, реально у него протез Хе-хе, прикольно Смотреть на агрегат Мощная штука Даже по дедушкиным меркам Похоже, он решил развернуться, пока мама с папой в отъезде Хе, дедуля Дедушка Называй меня полковник Каков план действий, полковник? Мы ведь только что всё решили Ты ищешь снаряжение Я предоставляю транспорт А для чего снаряжение-то? Как для чего? Для великого похода Сейчас как-то даст по головинам Это твоего похода в город людей? Тебе пора прекращать витать в облаках, юноша На его похода? А я думал, что кто-то другой Хм Кто же? Вряд ли ты найдёшь здесь кого-то ещё, кто рискнёт взглянуть в глаза смерти Тебе выпал шанс стать трагическим героем, юноша Такая потеря для Альянса Или ты уже расхотел быть героем? Конечно, нет Я хочу приключений, но я не уверен, что готов попытаться стать трагическим Попытаться? Нужно не пытаться, а делать Это твой шанс Ты станешь героем, а я всем докажу, что старый вояка ещё на что-то годен Итак, излагаю план ещё раз Ты ищешь снаряжение, а я предоставляю транспорт Ну ладно, я поищу снаряжение Но ничего не обещаю Так, хорошо Секундочку Так, вот так, замечательно Что мне понадобится? По поводу моего снаряжения Да? У тебя всё готово, солдат? Я не знаю Что именно мне нужно с собой взять? Дай-ка подумать Тебе нужен шлем Без ног воевать ещё можно А вот без головы никак Без ног? Как это без ног? Кроме того, тебе нужна карта Разведка в нашем деле самая главная Мы живём век информации, не забывай Ага Шлем и карта, понятно Ну и, наконец, парашют Безопасность прежде всего Парашют-то мне зачем? Для страховки Зачем ещё? У Дедуси явно было богатое прошлое Я что, отправлюсь в город людей с помощью твоего агрегата? Совершенно верно, юноша Это самый быстрый путь И самый надёжный? Не уверен Но главное, самый быстрый Как ты думаешь, дедушка Кольцо и вправду может решить исход войны? Не знаю Мне кажется, эту войну уже никак не остановить Гремлин сказал, что кольцо может изменить судьбу нашего мира Наверное, оно очень могущественное и волшебное Мы простые солдаты, юноша Мы идём в бой, когда нам приказывают Не стоит забивать себе голову всем остальным Наверное, ты прав Хорошо, ладно Верховный маг Ты знаешь верховного мага? Видел его когда-нибудь? Нет, юноша, я его не встречал Он ведь великий вождь А я всего лишь прославленный полковник полуросликов Но я много о нём слышал Без сомнения, очень могущественный волшебник Советник короля Самый опытный алхимик И глава секретной службы Он живёт в высокой башне в Наскалье И поскольку он такая важная персона, он постоянно в разъездах Надеюсь, я его застану Всегда хотел повстречать настоящего мага Если не застанешь, тебе придётся подождать его Или отправиться следом Надо отдать ему кольцо лично в руки, слышишь? Никому другому Пообещай мне Если кольцо действительно имеет такую важность Нельзя допустить, чтобы оно попало не в те руки Ну да, да, хорошо Клянусь, я отдам его лично Верховному магу Так, хорошо, шлем, парашют Я тогда продолжу поиски снаряжения Давай, давай Но помни об одном Ни за что и никогда не смотри в глаза Медузе И людям в метро Людям в метро, да? Так, хорошо Запомнили? Никогда не смотрите людям в глаза Которые в метро едут А здесь ничего не надо? О, смотрите-ка Я не знаю, как бы Почему я так решила Ой Прочно сидит, бедняжка А, а что это сделать? Ты на щуп, может, на него? Нет, вряд ли Ремонтный О Я не хочу его ломать По крайней мере, без особой причины А зачем мы это сделали тогда? Нет Подожди А, да нет Ну это глупо, конечно Подожди, без особой причины Ладно, оставим пока что его тут Уходим тогда Нам нужно В трактир Наверное, там нам Задарят шлем Я очень надеюсь на это Мишка? Нет? Стул? Это по-прежнему обычный стул Хорошо Абсолютно неинтересный стул Он мне вообще Хорошо, я тебе верю Ладно, может быть здесь что-нибудь посадить можно? Я не знаю Или нам Это мощь и средства Ну это вряд ли, конечно Здесь что-то сделать можно Хорошо Посмотрим Протяну веревку сквозь петли рюкзака Да, получается И че? Я протянул веревку сквозь петли рюкзака И? И че это нам дало? Нет? Ой Нет А че это дало? Давайте-ка лучше вот так Пререзать брезин к рюкзаку Посмотрим Протяну веревку сквозь петли рюкзака Да, должно сработать Вот, настоящий парашют А-а-а Парашют я знаю одно Он нужен для безопасного спуска с большой высоты Мне все еще нужна карта местности и шлем Самое время заняться их поисками Да я гениальный человек Хорошо, ладно Карту, я думаю, мы найдем Че-то подлагивает Ой, белая белость Ой, напоминает так Сибирь Кошмар Так, хорошо, это у нас что такое? Каменный гном Ну, посмотри давай на нее Наверное, это какой-нибудь знаменитый вождь гномов С историей у меня слабовато Шлем на нем Это главное Может быть, нам пригодятся сосудки У нас в горах круглый год довольно свежо Но в этом году зима началась особенно рано Хреново Ладно, бежим туда Может быть, нам там задарить шлем и карту Господин трактирщик Ой, спит Эй, господин трактирщик, вы где? Че ж ты орешь, ты человеку спать мешаешь А, вот карта Господин трактирщик, господин трактирщик Чегось? Нужно сообщить остальным гномам Здесь только что был гремлин В клетке Он дал мне кольцо Че ж ты всем-то рассказываешь? Что еще за кольцо? Вот это кольцо Это очень-очень-очень важное кольцо Гремлин сказал, что судьба всего нашего мира Брось, Вильбурка Некогда мне ерундой заниматься Дел не в проворот Но это кольцо нужно доставить верховному магу в город людей Оно поможет выиграть войну Так гремлин сказал Слышь, малец Это ж просто кольцо Какая из него польза? Да кольцо всевластия Ничего ты не понимаешь Гремлин же не мог наврать Да ты пораскинь мозгами-то Кто б здравым уме Отдал доходяги полурослику Такое важное кольцо Так не бывает, говорю тебе Бывает, поверь Ну и лады Топай домой, поздно уже Ладно Тащим у него карту Да уж От трактирщика помощи не дождешься Мне, кстати, голос нашего полурослика напоминает чей-то голос На карте изображена территория отсюда до Наскалья города людей Бери Стоит попробовать Длиннощупа мне бы сейчас придется Ась, чего? Стряслось что? Ээээ, нет, ничего Я просто Прогнал фею Здесь Об эту пору Эти летучие клопы Совсем стыд потеряли Так, длиннощупа Не попался Я не смогу добраться до карты, пока под ней спит трактирщик Да не надо его отвлекать У нас есть длиннощупа Я не смогу ухватить карту длиннощупом Нет? К тому же я могу разбудить трактирщика Нужно как-то его отвлечь Ладно, у нас есть вот такая вот хрень Прекрасная Надо, наверное, ее куда-нибудь вылить На кухню, например В пойлов какой-нибудь Придется, конечно, испортить Пивоварная вон установочка Ну-ка Та-та-та-ра-та Та-та-ра-ра Не-а Мм А, мы уже выплянули Так, хорошо, подожди Грязная пара О! Нет? Ну она же Антибактериальная Вот бы я умел колдовать, как Мерлин Так, ну это мы все слышали Давай-ка еще раз Подогреть, подогреть, подогреть Что можно подогреть? Грязь нельзя подогреть? Чтоб она завоняла И он прибежал сюда Возвращайся на свое место На плиту А зачем мы брали? Хм У меня идея появилась Сейчас 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 все будет Я надеюсь Посмотреть на трубу Вообще-то гномы знают Толк в архитектуре Но когда речь идет о пивоснабжении Они охотно идут на компромиссы Ничего страшного Давай выходим Если я правильно Возьми сосульку Отломилась Какая большущая Угу Я просто думала Придется долго ждать Пока сосулька не растает Дык Надо бы ускорить Да, вот я все-таки угадала Потому что Я думала сперва Что можно теплой водой Как-то их полить Чтобы они отломались А оказывается Просто надо в ней расплавить Хорошо Ну тоже хорошо получилось Быстро догадалась Не сложно в принципе Дикс Ставим А зачем она плавить Будет вот этого Я не понимаю Вылет что ли на него Холодную воду Чтоб он пошел переделаться Сосулька сейчас быстренько растает Плита еще теплая Ну вот Сосульки и след простыл Осталась кристально чистая вода Берем А, хорошо И что это нам дало? Леникс кристально чистой водой Ладно, и что? Может быть Гнильному монстру кофейником Че это было такое? Вряд ли кофейник Поможет мне выманить Монстра из кастрюли А там монстр что ли? Подожди Возьми кастрюлю А, мутирующий гнильный монстр Эй Зря я поленился тогда И не отскреб остатки Шоколадного пудинга О боже А, а вот так нельзя? Бле Лучше к нему не приближаться А то как выпрыгнет И как Обсопливит А, ладно Вот так может быть Нет Ну, может кинуть ему Мусора Старая Из этой кастрюли Вышел бы прекрасный шлем Но как выгнать Оттуда гнильного монстра Этот монстр Очень злобный И опасный Подожди Из этой кастрюли Вышел бы прекрасный Этот монстр Так подожди Я же нажала Вылей Вряд ли кофейник Поможет мне выманить Монстра из кастрюли Да Не очень хорошо А почему он вот эту Не хочет лить туда? Лучше к нему не приближаться А, подождите Мечта домохозяек Удалит бактерии Плесень В самых труднодоступных местах Отлично Давай-ка Видите, неудобно Сейчас я сделаю то Что должен был сделать уже давно Прекрасно у нас есть Шлем Уж больно злобный малыш У тебя эта кастрюля Кастрюля Вот шлем Для настоящего героя Без страха и укропа Немного воняет Но внутри почти чистая У меня уже есть Два предмета Снаряжения из трех Прекрасно Теперь мне нужна Только карта Вообще Эта кастрюля У тебя Знаешь Ты бы в ней Там целый поместился Не то что Про голову Ну ладно Давайте пойдем Как бы ее так Чем бы тебя отвлечь То Может мусора Куда-нибудь кинуть Не? Не? Так, погодите Что у нас тут еще есть? Ммм Может быть Вот так вот сделать? Да Пора тебе подкрепиться Дружище Сейчас он пойдет Что-нибудь там наделает И этот будет за ним бегать Ну и? А Так, хорошо ДНК Ну куда я кастрюлю Борода для гнома Предмет гордости Чем длиннее борода Тем больше его уважают По бороде можно многое сказать о гноме Вот трактирщик, например Бочкозакатыватель второго разряда Родился он девятым из двенадцати детей И имеет сентиментальную привязанность к огнепиву Он холостяк Но совершенно не умеет готовить и стирать носки И однажды его чуть не выгнали из школы За то, что он дергал за усы одноклассницу Похоже, дегустации его порядком утомляют Все же он уже не так молод Даже если он не признает этого Мне кажется, что он понемногу теряет свою пивоустойчивость Бороду не... Ага, бороду Хорошо, мы знаем Борода для гнома Оторвать нельзя? Может быть, вот так как-нибудь? Нет? Нужно оторвать от бороды, мне кажется Нет, никак что-то не хочет оторвать Подари волосинку Можно у вас... Эээ, господин трактирщик Можно... Чегось? Которую? Не, парень Это очень нужная карта На ней отмечены лучшие местные трактиры И наш тоже есть там, а... Ага Здорово Я буду аккуратно с ней обращаться, честно? Не, не, ты же сам знаешь, Вильбурка Как война началась, тут не больно-то много всего происходит И порадоваться особо нечему А тут трактир наш на карте нарисован Пустячок, а приятно Так что карта, опущай, висит и точка Я поговорил с дедушкой Он согласен, что кольцо нужно срочно доставить верховному магу Дед поможет мне добраться до города людей Ага, поможет еще бы Слышь, парень, ты не обижайся, но дед твой В общем, как-то говорят, не все у него дома, у деда твоего Согласен? Мой дед великий изобретатель и военный Верно, верно Ну я чего хочу сказать-то Многоовато у твоего деда аварийных посадок было Смекаешь? Все эти его летательные штуковины Они же вечно ломаются Да и пилот из него не ахти какой Право слово, парень И если дед твой заинтересовался этим делом Тем более забудь про кольцо Мы с дедулей еще всем покажем Не буду больше вас беспокоить Спокойной ночи Ну реально, Фродо и Бильбо Хм, блин, как бы его отвлечь-то, а? Вот это нам нафига Там что-то прорасти должно, да? Надо куда-то это кинуть Чтоб проросло и чтоб он побежал, наверное Не знаю В детстве я боялся этого камина А сейчас совсем не боюсь Почти Может Это бред Тоже бред Надо ему бороду как-то оторвать Я не знаю Может там ножичек какой-нибудь есть, чтобы чикнуть Аккуратненько Так хорошо избавились Трактирщик сказал, что варить пиво очень просто Хотя он несколько лет учился этому в колледже Хм Все, здесь ничего нету Значит, надо что-то там делать Хм 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 Честно говоря, не хочу лезть туда без особых причин Может запасы еды Или уже Или кучка голодных крысят Не важно Честно говоря Хм Блин Ладно, может вот так? Нет Хм Так, вот теперь я чувствую себя идиоткой Потому что Я уже не знаю, что делать Его нужно как-то отвлечь Мне кажется, что ему надо все-таки бороду как-то оттяпать И вот туда закинуть Что ты на меня смотришь? Не смотри на меня такими глазами Хм Давай-ка еще раз на бороду позыркаем Борода для гнома Он халпет Ааа Борода для гнома Он халпет У нас есть кофейник с кристально чистой водой Зачем она нам? Аааа Может быть мы просто что-то не подобрали? Пойдемте еще пошуруем В доме Или здесь? Здесь есть еще куда-нибудь выход? Нет? Бастион выглядит очень внушительно Даже несмотря на то, что многие залы и проходы до сих пор не достроены Угу Давай еще разок Похоже, статуя еще не закончена Но выглядит уже гораздо лучше, чем соседняя Хм Ааа Давайте домой Что мы тут, может, еще что-то не подобрали просто? Кристально чистая вода? Нет Растения выросли такими большими и красивыми Готов поклясться, что вчера их тут еще не было Наверное, мама использует мощные удобрения Лучше не буду ничего трогать Первое правило полуросликов гласит Никогда не вмешивайся в чужие эксперименты Ну-ка, ну-ка Ох, у нас, кажется, на улице дождик пошел Красота Так, ну-ка, давай-ка Не похоже, чтобы мама что-то туда посадила Не проросло еще Подожди-ка, может... На кое мне удобрять землю, если в ней ничего не растет? Ну, а кто... откуда ты знаешь? Давай-ка еще разок Мне кажется, что эта штука больше времени не тратит, чем показывает А, все, да? Со стулом тоже все? Это всего лишь стул! Зуб даю Давай Вдруг он нам пригодится Давай-ка еще разок вниз Нужно как-то им от... Идем вниз Оттяпать Медузу, может быть? Хорошо Дедуля, тянь Какой ты изобретение? Вообще-то я люблю своего деда Но все его изобретения немножко... Разрушительный Дедуль, помоги-ка нам, а? Мы застряли Извиняюсь, дедушка Полковник Докладывай, солдат От трактирщика мы помощи не дождемся Он не верит, что кольцо действительно важное Я не ожидал ничего другого от этого труса и пьяницы Дедушка, он мой шеф Хорош шеф Сидит в своей крепости и с утра до вечера хлещет пиво Пока его товарищи гибнут на фронте Я думаю, он скучает по ним Возможно В любом случае Мы можем рассчитывать только на себя, солдат У меня есть кастрюля Шлем Отлично, солдат Шлем защитит твою голову Ты сможешь сидеть на нем И даже готовить в нем пищу Ага Очень практично Покажи-ка мне этот шлем Еще ты до 100 лет ходить можешь Выглядит, конечно, не очень-то, но... Ерунда Хороший шлем И он защитит хорошего солдата Хотя Если противник атакует тебя на драконе Глюк Или с ним будет колдун Или он будет драться волшебным мечом Тебе крышка Или звезданет тебя в живот Может мне поискать доспехи с защитой от магии? Не пари чушь Шлема вполне достаточно Ладно У меня есть парашют Молодец, солдат Парашюты достать непросто А уж сделать своими руками Совсем невозможно Жизнь можно доверить только качественному продукту А не тому, что состряпан за пять минут Из барахла, которое нашлось под рукой Так, солдат? Заверить жизнь? Конечно Ну, я тогда продолжу поиски снаряжения Давай, давай У меня тут и без тебя дело не в проворот И помни У темного лорда плоский нос Потому что он вбежал не в ту стену на вокзале Вы поняли, да? У темного лорда Ой, блин, отсылка к Гарри Поттеру С ума сойти А чего тут только нет Слушайте Ну-ка Они бы нельзя обратно Черт, а Может быть он нам бы помог Я не хочу его ломать А придется По крайней мере, без особой причины Ааа Подожди, как это? А что с ним делать тогда? Блин Темного лорда Потому что он вошел в не в ту дверь на вокзале Ааа Рыбалек Рыбалек Черт Че делать-то? Рыбалек, помогай Да, может Смотрим, что у нас тут Гаечный ключ Открыть никак нельзя Блин Может я чуть не понимаю Смотрим, что у нас тут Гаечный Да нет Подожди-ка Только на Рыбалек Рыбалек Господи Ба-ба-ба-ба Короче, ладно Мы теперь в шлеме Мы готовы ко всем Неприятностям Которые подкинет нам жизнь Давайте на этом все-таки закончим Потому как Че-то я немножечко подзастряла Я в принципе понимаю Что нам нужно сделать Не знаю Как бы назвать это Сохранение Давайте карта Ой Большие буквы Черт Вот так вот Пускай будет Ты лопала Чуть не хочешь Ну-ка Отлично Один час двадцать минут Мы, кстати говоря, уже играем Хорошо Здесь время показывает Забавно Ну ладно Будем разбираться с картой Уже в следующей серии Я думаю, если мы такими темпами Будем проходить данную игру Она очень быстро закончится Хотя, мне кажется, она длинная Как бы там ни было Я надеюсь, вам все нравится Игра, по-моему Все Так же до сих пор радует шутками Какими-то забавностями Отсылками К разным самым Вообще Фэндомом Ну, как бы там ни было Будем продолжать Опять же Я надеюсь, вам все нравится Огромное спасибо за просмотр Всего хорошего Удачи И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok